Доброе утро, дорогие наши друзья! Мы продолжаем идти по буддийскому пути и сегодня мы поразмышляем о человеческом рождении, о ценности и возможностях. И мы начнем с остров, с эпилога и с краткого содержания «Этапа пути к пробуждению», написанного великим учителем Джессом Капой. Это богатая возможностями человеческая жизнь цена, чем драгоценный камень, исполняющий желание. Ее, обретаемую лишь однажды, легко потерять и очень трудно приобрести. Она как вспышка молнии на небе, поняв это, денно и ночно, наполняя ее смыслом, отбросив все неблагие дела, подобно разделению зерен от плевел. И 2500 лет назад в Буддешеке Муни, в местечке Бодгайи, в Индии, на алмазном сидении он достиг великого пробуждения. И он дал себе слово во что бы то ни стало достичь истины, чтобы помочь живым существам избавиться от всех страданий и найти это счастье. Он был таким же смертным человеком, который имел увлечения, потребности. Он также играл в младенчестве. Однако, увидев, как другие мучаются и страдают, он дал себе слово, что он найдет эту истину и найдет причину избавления от мучений и страданий. И тогда, уйдя в долгую аскезу и занимаясь тонкими духовными практиками, он достиг этой истины. И как пишут в сутрах, мудрецы не смывают прегрешения водой, не встряхивают руками страдания скитальцев, не переносят свой опыт постижения другим, а даруют освобождение, разъясняя конечную реальность дхарм. И поэтому Будда, он проводил учения, приобщая всех последователей к тому, чтобы узнать счастье и понять страдания, узнать причину страданий и причину счастья, понять карму и взаимозависимость всех явлений. И когда он проводил все эти учения, на учения приходили не только люди, не только монахи, но также небожители, духи, демоны и животные. И всех тех существ, которые приходили, именно человек обладал великими способностями, именно человек имеет возможность добродетельно мыслить. И поэтому, как писал достопочтимый Чандрагомин в письме к ученику, люди развивают наиболее сильную бадхичиту, этого не достигают на своих путях ни боги, ни наги, ни асуры, ни городы, держатели знаний, ни минотавры и ни гидры. И поэтому нужно понимать, что мы родились в этом человеческом теле на Святой Земле, Туве. И обладая этими возможностями, нам нужно войти на духовный путь. И мы уже победили, мы уже родились человеком. И чтобы пройти этот путь, нужно обладать человеческими ценностями. И эта ценность является драгоценной. Она дороже денег, драгоценных камней. Именно эта ценность является очень важным именно в материалистическом современном потребительском обществе. И эту тему мы сейчас раскоем с двух позиций, со светской и буддийской. Обычно мы думаем, что ценный человек является тогда, когда он занимает статус или должность. Он является госслужащим, врачом, военнослужащим, полицейским. Обладая определенной должностью человек, он занимает определенное место в обществе. И тогда, когда он совершает и выполняет интеллектуально сложную работу, когда он очень логически и правильно выполняет свою деятельность, его восхваляют, благодарят и дарят грамоты. И мы думаем, что это ценность человека в его трудовой деятельности. А также мы думаем, что те люди, которые ниже по статусу, они являются ненужными в обществе. И поэтому мы оцениваем людей особенно по их потреблению продуктов. И чем богаче человек, он имеет возможности приобрести очень уникальные вещи. Это дорогие брендовые модели и марки. Это последний айфон и дорогие автомобили. И это очень привычное мышление. А также некоторые думают и утверждают, что ценность человека заключается именно в коммуникативных его способностях, в умении поддерживать межличностные отношения. И чем больше связи у человека, тем он является очень ценным. И это тоже такие наши реалии, нынешние реалии жизни. Однако эта оценка дается именно по внешнему определению. А чтобы еще глубже понять человека, то нужно видеть его внутреннюю духовную сущность. И поэтому все, что мы концептуально мыслим, все те стереотипные рамочные суждения, они не дают человеку развиваться дальше и глубже развивать свою личностную сущность, свою природу. И поэтому чем больше разделения на определенные внешние признаки, это приводит именно к разделению общества, к разделению народа. И поэтому, так как мы все социальные существа находимся в одном пространстве, в одном государстве, мы должны понимать, что все для нас является единым. И когда у нас есть понимание единства, что мы все едины, как люди, как человеки, обладающие одинаковыми способностями, возможностями, тогда мы начинаем правильно ценить человека. И поэтому достопочтимый Нагарджуна говорил, все, что нами видится, это проявление нашего ума. И также ученые говорят, как нейробиологи и психологи о том, что все, что мы думаем, это и есть проекция нашего ума. И когда мы видим себя в зеркале, мы видим свое отражение, и что уже видим мы в этом отражении. Мы четко ли видим это отражение, есть ли там изъяны, или есть ли грязные моменты, что мы можем увидеть от этого. И то, что мы видим, это и есть наше состояние ума. И как же нам полюбить других людей, как же нам найти ту середину. И поэтому нужно очень комплексно подходить к саморазвитию. Например, это физически, когда мы выполняем физические упражнения, поддерживаем свое здоровое тело ментально. Это когда мы развиваем эмоциональный интеллект, когда мы преодолеваем свои расстройства, боремся со своими депрессиями и стрессами, когда мы психологически устойчивы, а также когда мы создаем личностные границы и их развиваем. Далее очень важно развивать свои личностные качества. Это тогда, когда мы строим правильные отношения, когда мы создаем семью и взаимодействуем с людьми. Это тогда, когда у нас есть дружеские отношения в семье, с коллегами, с друзьями. И поэтому также помимо всего этого очень важно является развивать духовность. Духовная составляющая связана с духовными практиками. Это тогда, когда мы много читаем, развиваемся и практикуем. И также не забывать об экзистенциональном. Это значит, что мы должны мечтать, ставить новые цели и вносить свою ценность в окружающий мир. Это тогда, когда мы вносим свой вклад в общество, в окружающую среду. И как говорил Гастопощимый Шантедева, он писал в «Видении путь деяний Бодхисаттвы». Если вы еще не задумывались о том, что полезно для вас самих, как же вы сможете стремиться к принесению блага другим? И поэтому, чтобы понимать о людях, о других, нужно сначала знать о себе, о своих потребностях, о своих возможностях, о своей ценности. И когда мы знаем свою ценность и ценность нашего рождения, тогда мы можем отделять хорошее от плохого, полезного от пагубного. И тогда мы можем отказываться от того, что нас деградирует от алкоголя, от наркотиков, от зависимости телефонов, социальных сетей, от мнений окружающих. И вот эти зависимости, они будут нас дальше угнетать. И перестать тратить свою драгоценную жизнь на очень мелкие и незначительные вещи, на ссоры в семье, на конфликты с друзьями, с коллегами, а также на несуществующие разные мотивы и выдумки. И поэтому тот человек, который ценит самого себя, он начинает ценить других. И ценность к другим людям, она отражается через этику. И когда человек правильно относится к другому человеку, хорошо относится, то это признак уровня развитости человека. И когда человек очень плохо относится к другому человеку, это признак того, что он обесценен как личность. И поэтому, чтобы научиться уважать друг друга, уважать других, нужно в первую очередь научиться ценить себя, ценить себя как человека, ценить свои способности, возможности и свои устремления. И когда человек обладает этой ценностью, тогда он движется вперед и развивает свою духовную сущность. И как говорил вьетнамский монах Тит Танг Хань, он говорил, что все, что мы делаем для других, мы делаем для себя. Все, что мы делаем для себя, мы делаем для других. И поэтому, дорогие наши друзья, с сегодняшнего дня мы переходим к буддийской философии. И мы больше будем рассматривать труды буддийских бандит, ученых, философов, которые оставили нам драгоценные наставления. И все те учителя, которые приезжали в нашу республику, которые даровали нам эти наставления, начиная с 2000 года, 2015 года, когда был дождь Дхармы. Мы попытаемся проанализировать все эти наставления и передать вам в это трудное время. До свидания. Продолжение следует...